Употребляет ли Кадыров спиртное? Как-то я видел в интернете, как он пьет. Друзья, ну мы с ним за одним столом не сидели, не бухали, как говорится, я не знаю, конечно, я не ловил его за руку, чтобы он именно пил, но, если честно, это не тот вопрос, который... Вообще, это тема с пытками в тюрьме, то, что было обнародовано ГУЛАГу, нет. Огромная, конечно, благодарность им за то, что они это сделали, обнародовали. Ибрагим, как относишься к мигрантам, которые пытаются прорваться в Европу, и видишь ли ты здесь российский след? Ну, насчет следа здесь, я думаю, вообще сомнений никаких нет. Мы понимаем, что Беларусь целенаправленно пытается таким образом воздействовать на Европу, чтобы заставить их сесть с ними за стол переговоров, таким образом признать его легитимность. И это такой инструмент давления на Европу, мелкопакостный такой, не совсем, наверное, серьезный, но это реально то, что сегодня доступно Лукашенко, и он это использует. Когда говорим Лукашенко, мы, конечно же, подразумеваем за ним и Путина, и Россию, понятно, что это их общие интересы, и они сейчас занимаются вот таким целенаправленным бомбардированием этой границы. А как я к ним отношусь? Да никак. Я считаю, что эти люди стали такой разменной монетой, инструментом в руках этих тиранов. К сожалению, они на это купились, к сожалению, они какими-то обманными путями, надеясь, что они таким образом пробьются, приехали. То, что их не пропускают, их не принимают, это, конечно, неправильно. Понятно, что любой человек имеет право на то, чтобы просить убежище, ему должно быть предоставлено это право, его должны принять, и дальше уже рассматривать, если он не заслуживает его выдворять. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это как бы неординарная, нестандартная ситуация. То есть, это такой штурм этой границы. Эти страны тоже пытаются как-то защититься от подобного. Но я бы, конечно, всё-таки был, я являюсь, наверное, сторонником того, что этих людей надо было бы, как мне кажется, всё-таки принять. От этого ничего страшного бы не произошло. В Польше не так много беженцев. Они и так в неделю пускали по одной-две семьи. То есть, не такое большое засилие беженцами в Польше. Я думаю, их можно было бы принять, разместить в этих лагерях, далее уже там отфильтровывать. Чем устраивать вот эту вот ситуацию на границе? Колючая проволока, возведение стены, подтягивание туда пограничных и иных войск. Польша туда уже потянули и полицию, и Министерство обороны, солдаты, кого там только нет. Это очень серьёзное такое ЧП для страны. И туда даже перебросили каких-то других военных из других стран на поддержку. Чем всё это делать? Мне кажется, можно было бы сказать, окей, пусть едут. И чем самым они бы переиграли и Лукашенко. То есть, у него бы не получилось вот это вот обострение на границе. Он бы туда засылал этих беженцев, а те бы их просто принимали, размещали в лагерях. Далее по процедуре отфильтровывали, депортировали. Кто заслуживает, тот бы оставался. Мне кажется, в этом было бы больше, наверное, пользы, чем то, что сейчас происходит. То, что сейчас происходит, это наоборот выгодно. Лукашенко, он видит, что его меры по воздействию на Европу, они работают. Что он их напрягает, он это видит. А если бы не было этой напряжёнки на границе, то он бы этого не видел. Получилось бы, что всё, что он делает, это как бы не имеет смысла. Плюс ещё Белавия отказались теперь возить граждан Сирии, Йемена, Ирака и, по-моему, Афганистана, если я не ошибаюсь, из Турции. То есть, они же прилетают все из Турции на Беларусь. И вот сейчас, после того, как в Европе по этому поводу собрались и решили под санкции пустить авиакомпании Turkish Airlines и Белавия. Ну, Turkish Airlines-то ладно, они-то отказались, я понимаю. Но Белавия тоже отказались, то есть, дали заднюю, получается. Сама Беларусь говорит, окей, окей, ребята, не применяйте санкции, мы не будем больше их возить. Но это как-то смешно получается, если честно. Иудов. Саламу алейкум. Тумсо. Видел ролик, как двое десантников столкнулись в небе, и когда приземлились, их уже встречал ангел Азраиль. Они были сантехниками по контракту. Как прокомментируешь этот инцидент? Саламу алейкум. Да, я сам ролик, правда, не видел, но я читал эту новость. Беларусь и Россия провела учение, кстати, на границе с Европой. Это тоже к разговору о том, имеет ли вообще к этому отношение Россия. Конечно, имеет. И сейчас там идет укрепление, то есть, подтягивание войск к границе. А самым таким легитимным способом подтянуть войска к границе являются учения. Ты говоришь, что проводишь учения, и таким образом можешь подтягивать сколько хочешь войск. И вот там совместные учения прошли белорусских и российских войск. И во время десантирования два десантника у них столкнулись в небе. И высоты было недостаточно для того, чтобы открыть второй запасной парашют. И, в общем, как ты сказал, они приземлились. Внизу их уже встречал ангел смерти. Двое погибли. Что сказать? Бывает и такое. Тумсо, вообще смешно слушать про жестокость и дикость мусульман, когда сами насилуют швабрами и дубинками. Даже, казалось, белорусы добрый народ, но то, что они творили, ты хотел написать, с задержанными. Вообще, это тема с пытками в тюрьме, то, что было обнародовано ГУЛАГу, нет. Огромная, конечно, благодарность им за то, что они это сделали, обнародовали. Это очень серьезный такой аргумент против России. Это очень серьезный удар по ним. И сейчас им будет очень сложно вообще рассказывать про чью-то жестокость, про какие-то пытки. Вообще будет очень сложно. Если они с этим что-то не сделают официально, не накажут, не покажут, что они там полную реформу провели, то дальше разговаривать, я не представляю, как им дальше разговаривать. Они-то, понятно, им-то стыдно не будет. Мы-то привыкли к их реакциям, к их реакциям на подобные вещи. Но я знаю точно, когда тебе указывают на подобные моменты, апеллировать как-то, кроме как апелляции «сам дурак» ты никак не можешь. Если ты подобные моменты не пресекаешь, если ты не занимаешься их устранением, то апеллировать остается только темами «сам дурак». Тебе будут говорить «вот у тебя в тюрьмах пытают», и ты будешь отвечать «а вот у тебя там где-то твой военнослужащий сделал то-то». Только такими способами можно будет как-то защищаться. Хотя Россия на протяжении последних лет 30 только это и делает. Употребляет ли Кадыров спиртное? Как-то я видел в интернете, как он пьет. Друзья, но мы с ним за одним столом не сидели, не бухали, как говорится. Я не знаю, конечно, я не ловил его за руку, чтобы он именно пил. Но, если честно, это не тот вопрос, который в принципе волнует меня и вообще должен волновать нас. Лучше бы он там бухал, наркоманил, занимался бы чем угодно, но не совершал бы преступлений. Это было бы лучше. Поэтому мы не должны копаться в этих вопросах, бухает он или нет. Да, есть какие-то моменты, где мы его видели, было застолье. Но суд имеет экспертизу в его крови, алкоголь, мы никто не проверяем, поэтому я не знаю. Эти вопросы меня не интересуют. Я вообще начинаю обращать внимание на подобные вещи, как личные какие-то грехи Кадырова, только тогда, когда он за подобное начинает кого-то там отрывать, унижать. Тогда как бы я говорю, эй, ты что такое говоришь, ты же сам вот тем же самым занимаешься. Ты о чем? Если бы не вот эти вот его моменты, когда он пытается пристыдить людей за то, что они что-то там обычаи наши какие-то нарушают. Я бы вообще никогда не обращал внимания на эти его моменты с его гулянки, с девушками, его сюсюканье со своей семьей, со своей женой, кормление с ложечкой. Я бы никогда на эти вещи не обратил бы внимания. Это пускай сходит с ума, как хочет. Дудаев Тим. Брат, дай совет. Страдаю зависимостью от казино. Сейчас у чеченцев эта проблема набрала обороты. Дай мне по-настоящему братский совет и наставление. Как раз и навсегда избавиться от этого. Храни тебя Аллах. Просто не заходи туда, брат. Какие проблемы? Это же не хлеб, это не еда, от которой зависит твоя жизнь. Тяжело отказаться от еды. Так как ты умрешь, если не будешь кушать. А от казино, от сигарет, от чего-то иного. По-моему, ничего сложного. Единственный совет, который тебе можно дать. Просто возьми и откажись от этого. Не заходи в это казино. Все ведь настолько просто. Ас-саляму алейкум. Тумсо. Брат, как ты считаешь? Как ты думаешь, нужно ли нам провести выборы и выбрать лидера и сплотиться вокруг него? Пожалуйста, ответь. Алейкум ас-салям. Какие выборы мы можем проводить у нас? Ситуация, когда республика оккупирована, мы не имеем такой возможности проводить выборы. Как мы их будем проводить? Конечно, нет. Сейчас мы должны были бы по-хорошему объединиться вокруг имеющейся у нас власти, представителей нашей власти. Должны были бы их как-то укрепить. Но, к сожалению, здесь у нас тоже не получается в этом какое-то объединение. Ситуация, когда республика оккупирована, мы не имеем такой возможности. Ситуация, когда республика оккупирована, мы не имеем такой возможности. Ситуация, когда республика оккупирована, мы не имеем такой возможности.